Привет, сегодня играем в Dune 2, The Battle for Arrakis, платформа Sega Genesis, 93-й год. Игра основана на сюжете вселенной Dune, автора Фрэнка Херберта, у него в основной серии только порядка 8 романов. И около, может, 10 написанных либо в соавторстве с Фрэнком Хербертом, либо написанных отдельно авторами. Тут три компании за три отдельных дома, это Атрадис, Ордос и Харконнены. Данная миссия относится к дому Ордосов. Четвертая по счету миссия, и в отличие от первых трех миссий, является какой-то уже более-менее приближенной к боевым условиям. В прошлых миссиях надо было всего лишь насобирать минералов, и в третьей миссии разнести базу. Особенность этой миссии, на мой взгляд, является то, что изначально даются какие-то определенные войска при старте, но когда к тебе приваливает комп, он имеет заведомо лучшие войска. То есть у него есть танки, у него есть еще там всякие мотоциклы, которые, в принципе, есть и у меня, но у него есть танки, и он большим количеством их приходит, и если тут как-то пассивно себя вести, не смотреть по сторонам и пренебрегать стратегией, то запросто может разнести в считанные секунды. Вот, для начала идет пехота, кстати, вот этот красный шарик, который только что был на экране, это тот самый земляной червь, который фигурирует в романе, и часто большая часть картинок и обои на тему Дюны, вот он там фигурирует, один из неотъемлемых персонажей. Он может шариться только по песку, а на данном этапе я нахожусь на грунте таком, что ли. Вот этот вот командный центр, такая, как бы, особенность этого всего, что в большинстве игр зачастую командный центр, если его разнесли, его можно построить заново, с учетом базы или того. Если его разнесут тут, то все, новый ты никак не построишь, и тебе придется либо справляться с тем, что у тебя есть, либо заново стартовать миссию. Это очистительное сооружение, оно используется для добычи минералов. Вот, кстати, танк уже один приперся, и вот второй. Вот это вот машинка, это Harvester, сборщик. Он собирает минералы, вот эти вот красные. Это единственный вид минералов, называется он Spice. Он есть, ну, насколько я читал, только на Аракисе, вот эта планета, за которую идет сражение. И эти Harvester ездят его и собирают. Это земляной червь, который ездит по песочку. Он может запросто проглатывать единицы техники, причем особой разницы нет. Единицы эти тяжелой техники или это пехота. Глотает все, что движется. И завалить этого червя совершенно не так-то просто. Надо очень постараться, чтобы его завалить. У меня, честно говоря, это в прошлом не получалось. Это какая-то аналогия танкового завода. Она может производить единицы тяжелой техники. Кстати, игра весит всего лишь 1 мегабайт. Понятное дело и ждать от такой игры чего-то грандиозного не стоит. Но в принципе, как бы, с точки зрения стратегии, она достаточно неплохая. Если взять во внимание, что в 1994 году появился StarCraft, сравнивать с ним, в принципе, тоже не стоит. Но это консольная игра и стратегии, выпущенных на консоль на Sega, я вообще, в принципе, больше не помню. Да, тут надо вот периодически делать такие апгрейды, чтобы можно было строить более крутые юниты. На данном этапе самое сложное – это удержать атаки противника. В принципе, пока что мне это неплохо получается. Потому как я имею ряд прошлых поражений, которые в конечном итоге натолкнули меня на использование данной стратегии, которую я сейчас использую. Я, скорее всего, тактики. Еще один такой прикол, который в других стратегиях я не видел, это то, что можно давить пехоту тяжелой техникой. Нет никакого смысла вообще по ним стрелять или что-либо делать, проще его раздавить. И все эти маневры сводятся к виртуозности давки людей. Ездишь по ним танкам, давишь их. В принципе, проще. Есть еще одна такая тонкость. Ну, я играю на джойстике, но в принципе можно играть еще на клавиатуре, понятно, делать. На эмуляторе запущен он у меня сейчас. Очень тяжело управлять тяжко. Конечно, это не мышка и не клавиатуры. По всей карте двигать курсор тяжело. Вот, пожалуйста, он уже приперся у нас целых два танка. Ну, правда, у меня уже четыре. А вот сейчас червь, а нет, не сожрал. Странно вообще-то червь. Кого-то ест, кого-то не ест. Ну, в принципе, вот это уже какой-то переломный момент начался. У компа, по сути, нет шанса. На данном этапе. Я уже отбился и дальше можно готовиться к атаке. Ну, вот, пожалуйста, у этого червя только что были полностью все хипы. Еще эта машинка так и норовит поехать в ту область, где едет червь. Харвестер. Каждый раз надо его вручную перенаправлять. Ну, червь и дает три единицы какие-то, и после этого он успокаивается, и он исчезает. Больше он не появляется в этом случае. Я уже на каких-то этапах мог, были такие у меня мысли, что червь сильные палки в колеса не вставлял. Я уже подкидывал пехоту, чтобы он ее ел. Машинки какие-то, но учитывая сильные доминирующие силы компа в этой миссии, это совершенно неприемлемо. Меня вообще в хлам разносили, и все. И на этом все заканчивалось. Вот он, пожалуйста, только что съел. Сейчас еще этих ребят съесты, и все. И все. То есть, ну, можно уже спокойно ехать на тот участок и добывать там спайс. У меня уже к этому моменту образовалось неслабое такое войско танков. Сейчас закажем еще один Harvester, и попрет, чувствую. К этой игре есть описание на геймфаках. Описание это составляет аж целых 44 страницы. Это описание того, какие юниты есть, как ими управлять, как управлять зданиями. Я, кстати, вот отмечу, чинятся здания, вот совершенно просто. Заходим, выбираем фиксы, они начинают чиниться. Не надо никаких ни роботов, ни рабочих, чтобы они это делали, как в большинстве привычным игр. Еще одной характерной особенностью, то, что здания строятся изначально в половине от своего максимального здоровья, так сказать. То есть, надо их чинить. И еще, здание нельзя вот просто вот так вот взять, построить на какой-то любой точке экрана. Здание надо каждый раз, чтобы они были смежными друг другу, и тогда оно позволяет встроить. Очень непривычно было на самом деле. Сейчас вот он едет по грунту, мотоцикл. По песку, ну, я отдельно не проверял, но в Торриле было написано, что там другая скорость перемещения, он там едет на длине. По этим дюнам песчаным, он едет еще на длине. Как бы акценты скорости, в зависимости от ландшафта, они тоже меняются, непривычно. Сейчас вот у меня карта вся черная, у меня не хватает единиц энергии, чтобы открыть всю карту, так сказать. Поэтому приходится довольствоваться тем, что есть. Съезжу, карта как бы она видна, но видна только при условии, что я смещаю на ней курсор. Сейчас при каждом нажатии на юнит, с него снимается выделение, поэтому существует некоторая проблема. Надо каждый раз на него клацать и указывать, куда ему ехать. Текущего выделения нету, оно с каждого разбрасывается. В принципе, в этом есть некоторый такой момент, насколько я мог заметить и с какой целью это вообще сделано. Если случайно вот так вот с юнита бы выделение не снималось, а ты потом... Ну, учитывая, что в принципе для управления, ну там, понятное дело, вверх-вниз, влево-вправо, но на джойстике еще кнопка основная, кнопка A, и она, в принципе, как бы, может сказать, основная кнопка на все случаи жизни, потому как остальные очень-очень вспомогательные, смысла у них особо этого и нет. Можно, но они улучшают жизнь, от них можно избавляться, возможно, даже их не задействовать. Так вот, вот эта кнопка, так сказать, левая кнопка мыши, если можно так назвать, как только ты выбираешь какой-то юнит, и потом случайно вот танком можешь нажать, допустим, на здание, и танк начнет валить по зданию, по твоему же зданию. С пехоты такого не прокатывает, а с единицами тяжелой техники прокатывает. И то, что при каждом, так сказать, нажатии и осуществлении каких-то действий, как только ты какие-то действия осуществил, выпиление сбрасывается, тебе надо снова нажимать. Вот как раз именно с той целью сделано. Чтобы случайно твои юниты не начали валить по твоим же зданиям. Ну, это на мой взгляд. Ну, у меня уже целая, можно сказать, дивизия танков собралась. В принципе, можно идти и щемиться. Кстати, вот эти вот ветряки, которые я сейчас строю, это они как раз и провоцируют единцы энергии. Или, может, правильно сказать, производят. Ну, я до конца в описании так и не разобрался. Еще интересный момент. Как бы... Вот, я так что построил последний ветряк, и открылась карта. Она уже не черная, как была, а видно все участки карты, которые я открыл. Еще достаточно интересный момент. Это то, что в момент, как бы, достижения максимального количества юнитов, ну, допустим, юнитов всего, может быть... Пример, 25. И, на самом деле, глубоко фиолетово. То ли у тебя 25 танков, то ли у тебя 25 единиц пехоты. Поэтому, опять же, это, так сказать, не в туториале, а в каких-то подсказках к игре написано о том, что старайтесь избавляться от хиленьких юнитов, типа машинок, мотоциклов по мере. Их уже ненадобности, так сказать. Сейчас целесообразно пойти разведать, и сейчас вот тут же завалят, и я вместо него смогу смело построить танк. Очень непривычный факт, конечно, то, что один юнит приравнивается к другому юниту с точки зрения энергии. То есть один танк является одному мотоциклу, одной машинке или одной единице пехоты. Хотя, может, в 93-м году этой стратегии, как бы, того, как оно дальше эволюционировать, не знали. Решили сойтись на мысли, и так сойдет. Продолжение следует... Да, конечно, после Старкрафта или даже хотя бы того же Варкрафта играть в это, это тяжело. Это стена. Сейчас построим еще участок стены, то есть они маленькими участками такими строятся. Она хиленькая, но от пехоты она защитить может. Танк ее за два выстрела стреляет по ней, и все. Вспоминай, как звали эту стену. Отдать должное, создать такую игру весом в 1 мегабайт, это, конечно, надо было постараться. А вот уже еще построим один танк и еще одну секцию стены Наза Брэйкин Завол. Такая вещь, в принципе, про которую я не все время как бы знал, это то, что все-таки есть возможность выделять группу каких-то юнитов и одновременно тем самым задавать лидирующего юнита и потом лидирующего юнита куда-то отправлять и вот они все будут идти за ним. Поначалу это мне жутко не получалось, но потом однажды в хелл-парке я все-таки это вычитывал и оно действительно работает. Кстати, пехоту можно давить не только танками, а еще и теми же сборщиками. Например, как в этом случае. Вот тот факт, о котором я говорил, что нельзя строить какие-то постройки при том, что они будут не соприкасаться с уже существующими зданиями. Кстати, у компа не совсем такая понятная тактика. Все его силы зачастую направлены на нападение. То есть я могу вот по-тихому раздалбывать его какие-то ближайшие постройки, а он будет непрерывно слать все свои силы на то, чтобы атаковать меня. Вот это, кстати, десант в больших количествах. Ну, он, конечно, увезбим. Танк по ним может проехаться и все. Но он может так нормально наличить здание. Субтитры сделал DimaTorzok Ну, вот ярый пример. Я могу заваливаться на этот участок и тупо разносить здание противника. Он при этом будет очень пассивен. непрерывно. Нормально он так накрепил. он уже ветряки. Еще один кирпич в стене. Как бы миссия одна из первых она не очень сложная кроме начала первых минут игры. То есть, как только ты удерживаешь строишься какую-то примитивную оборону, который мог бы защищаться от набегов компа, тогда уже становится прочь. и просто дальнейшие миссии они будут еще более продолжительны по времени. И как бы лучше всего проиллюстрировать общие принципы игры мне кажется на данной миссии. В последующем миссии они будут сложнее. Ну и времени больше на них надо. Ну и там понятное дело будет уже более прошаренный юнит. Да, кстати, вот только что был взрыв на экране. Это сигнализировало о том, что что-то произошло. Тут нет каких-то таких привычных из других игр сигналов в виде мигающих знаков склицания на карте или звуковое сопровождение конечно есть, но на карте ничего не мигает и порой очень сложно сориентироваться с какой стороны тебя атакуют и где возник какой-то конфликт и тому подобное тоже непривычно. Тут только вот такие вот содрогания карты экрана звуковые какие-то вещи сигналы по которым можно определить то ли это там червь на тебя напал то ли фигачат твои здания напали на твои войска короче непривычно да, кстати единственная игра которая была выпущена из серии дюна под сегу дженезис сюжет такой интересный если как бы отбросить всякие там графические предрассудки и тому подобное игра ну как бы видно что люди старались и пытались как-то уместиться в рамки возможного консоли сега и в то же время разнообразить какой-то сюжет поэтому для 93-го года очень даже ништяк а если вспомнить про размер в 1 мегабайт то прикольно тут правда нет никаких каких-то красивых заставок там или что-то такого единственная такая как-то анимация это вначале вот эти вот слегка шевлящиеся лицо представителя дома за который ты проходишь компанию и все ну и снизу текст то есть какое-то подобие субтитров и расположение вот командного центра очень такое ну он был застроен зданиями стеной но вот если вот сейчас его развалю все у компа уже не будет никакой возможности что-либо достраивать сейчас кстати продемонстрирую вот сколько сколько выстрелов надо чтобы развалить стену такого количества войск мне уже там не надо уже можно смело переходить нападение еще опять же ландшафт играет свою роль допустим если вот танк сейчас станет и будет стрелять за эту скалу он не сможет перестрелить будет операции стрелять скалу и снаряды долетать получается не будут ну игра плоская понятное дело никакой там аксонометрии элементарный ничего все примитивно до ужаса как по мне и так неплохо и вот эти вот картеры на поле это выстрел снарядов танк они остаются как бы остаются они не исчезают как только какая-то постройка начинает быть готова она сразу появляется и везде в виде курсора такого с готовой постройкой маячит порой надоедает особенно если ты ведешь какое-то активное сражение усвечивается это фигня с постройкой но с другой стороны она помогает и напоминает в командном центре мигая таки это значит в данном случае стена готова нормально все здания целенькие по скором времени разнесем остатки базы на этом миссию можно считать законченной да вот вообще как бы с точки зрения того как комп спроектирован в виде бота как такового конечно я ему почти лоскуты разнес базу он идет и продолжает бросает все силы на атаку меня ну хотя с другой стороны кто там будет соперничать с танками понятно дело я там по пехоте один раз проедусь и все в какой-то мере даже бессмысленно наверх ого нормально он тут окна пехоты сойдет а фиолетовая так до конца не понял откуда она берется это я знаю вот у него привычный цвет синий оппонент с которым сражается тут фиолетовый наемники короче не ясен мне этот момент почему именно такая раскраска у них есть газ а вот на фиолетовый а газ м газ 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 финал уже совсем ближе совсем-совсем еще парочка зданий осталось танки втычут они очень неактивные в этом плане вот касаться не только танк если их неудачно поставить они рядом может быть к это баталия они тупо будут стоять не обязательно будет танки или пехоты тоже привычный ну вот без многого без малого уже полчаса валюсь наверно миссии все там дальше уже ничего нету то есть последнее здание добивая наша стена построилась не будем их строить давайте ребят у меня даже не на тут от этих девелоперов можно чего угодно ждать но по моим наблюдениям чем дальше танк стоит тем у него снаряды как-то эффективнее работает он стреляет уже долго долго результат не особо все виктори 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 вот это единственная анимация которая встречается в игре слегка шевеляющийся лицо человека и сопровождение ну и статистика в конце он неплохо как так конец 下一 год клюш Democracy шевелях Продолжение следует...